Всем привет! Сегодня история будет от подписчиков. Сейчас я ее зачитаю, а потом мы с вами обсудим и напишем свои комментарии. Здравствуйте, Галина! В первую очередь хочу поблагодарить вас за ваш труд. Спасибо большое за то, что делитесь своими знаниями, опытом и мудростью. Я, как одна из многих ваших подписчиков, имею за плечами свою историю отношений с турком. В ноябре прошлого года мы познакомились в инстаграме. Он коллега парня моей знакомой. Я попросила в шутку свою подругу спросить, есть ли у нее хороший какой-нибудь друг. Спустя пару дней мне написал молодой человек. И с первых дней общения было понятно, что парень этот весьма интеллигентный, начитанный, работает в турецких авиалиниях инженером. До сих пор не перестаю удивляться, как сильно мы с ним похожи и по нашему образу жизни, взглядам, интересам. Я никогда не верила, что можно найти, как бы банально это ни звучало, свою вторую половинку. Но оказалось, что он из очень религиозной семьи, родом из города Эрзурон. Он курт по национальности, мама его арабка. И в семье, как я сейчас знаю, матриархат. В январе мой парень сообщил семье, что хочет жениться на русской девушке. Тогда еще он надеялся, что они меня примут. Ему 29 лет. Семья его считает девственником, а я русская Наташа в калычках, которая его обманывает, хочет использовать и испортить. Ничего обо мне не зная, говорят, что я обязательно его брошу, обману и разрушу его жизнь. Тот факт, что он не мальчик, семья не знает. И в период депрессии, разочарования в жизни два года назад он начал пробовать все запретное. Это спиртное, свинину и интим. Для своей семьи он так и остается мальчиком, ангелом, без каким-то изъянов. А единственный изъян – это я. Я прилетела к нему в Стамбул два раза, прилетала, мы путешествовали, он оплачивал там все, я только покупала билеты. Говорил, я отношусь к тебе как к своей жене. Когда я прилетела в июле, он подарил кольцо, хочет, чтобы я переехала в Стамбул. Планирует свой бюджет на нас двоих, смотрит жилье для аренды. С его стороны я вижу, что он хочет быть со мной и хочет жениться. Но два месяца назад, наслушавшись своих теть, дядь и друзей о возможных трудностях в будущем в отношениях, он на эмоциях расстался со мной. Он осознал, что семья никогда меня не примет как невесту, и также нас ждет не очень богатая жизнь из-за того, что я не смогу работать в Турции. Он меня заблокировал в WhatsApp, но, несмотря на это, я писала ему на e-mail, и он там отвечал мне. Я не готова была вот так неожиданно прерывать отношения и просила общаться хотя бы так, как с другом. В течение 10 дней, шаг за шагом, я вырвала его из себя, слушала своих друзей о плохом будущем и о том, какой он плохой человек. Постоянно мне становилось от этого легче. Ходила к психологу, к гадалке, искала любые способы пережить это все, а было очень тяжело. «Ведь я потеряла лучшего друга, любимого, планы на будущее и веру в любовь». На 10-й день он решил вернуться, признав то, что сделал ошибку и не сможет так жить. Мы возобновили наши отношения, но с тех пор, пережив ту боль расставания, предательство, внутри меня чувства стали другими. Нет, то есть слепой любви, нет розовых очков. Иногда я думаю, может, не люблю его вовсе, я запуталась. Возможно, я просто боюсь сделать серьезный шаг, переехать к нему, жить и выйти замуж. Отношения наши в целом очень открытые. Мы понимаем друг друга как никто другой, поддерживаем друг друга и мотивируем. Мы иногда ссоримся, по большей части, из-за меня. Я чувствую, что он надежный, хороший человек. Так, а что вы тогда ссоритесь из-за вас, если вы чувствуете, что он надежный человек и все типа хорошо? Что-то тут лукавство какое-то. Так, далее. В постели все у нас идеально. Ради нашей совместной жизни он готов уйти из своей семьи, чтобы строить новую со мной. А здесь остановлюсь, он не готов, потому что он с вами расстался из-за этого, если что. Они явно дали понять, что как только он женится на мне, они отвернутся от него, его мать, вся ее линия. С его стороны это большая жертва. Я боюсь брать такую ответственность на себя. Вот, кстати, верно. Вот она причина, почему вы и написали типа отношения, чувства мои изменились. Ответственность вы боитесь на себя брать, потому что вы до конца в нем не уверены. Не знаю, стоит ли это того, бросаться в омус головой ради неизвестного будущего, уводить человека от любимых родственников, переезжать в какой-то другой город, в другую страну, который мне не нравится, то есть в другой город, который ей не нравится. Может быть, это всего лишь страх. До него я всегда хотела строить карьеру, переехать в Турцию и быть домохозяйкой не планировала. Приехав в Турцию, мне придется отказаться с самых любимых занятий, бега в парке, жизни в тишине, работы и так далее. Постепенно перевожу свою работу в онлайн. Сейчас я репетитор, чтобы можно было работать везде. Освую новую профессию до удаленной работы. Скажите, пожалуйста, как понять истинное желание свое, определиться с чувствами, принять решение. Надеюсь, что вы поймете суть моего запутанного письма. Спасибо большое за совет и уделенное время. Так, ну с чего начнем? Я вот там уже какие-то, скажем так, моменты останавливала, вам говорила. Но, во-первых, что я хочу отметить, что у вас неправильные какие-то представления, установки очень странные. Да, хоть и курдская семья религиозная, дра-ля-ля-ля-ля. Но вот это просто переезд в другую страну, это просто как штаб какой-то. Я буду домохозяйкой, я этого не планировала. Мне придется, я прям зачитываю, отказаться от самых любимых занятий. Бег в парке, жить в тишине, работать. Что за трагедия? Многие женщины сюда переезжают. Да, не первое время вы не можете работать. Вы не знаете язык, это раливали, это адаптация. Но многие реализуются. Женщины подтверждают свои дипломы, либо просто находят какую-то сферу деятельности. Работают здесь, представляете? Не все здесь домохозяйки. Вот этот момент реализации себя в Турции, каждый реализуется по-своему. В силу своих желаний, своей профессии и все прочее, интересов своих. Но если у вас есть желание реализоваться, вы это сделаете. Никто вас не вправе заставить ручки и ножки сложить, свесить. Почему вы вообще считаете, что переехали в другую страну, вы от всего этого откажете? Бег в парке. Если у вас такой там ревнивый мужик, который там вот там религиозный, все прочее, история бег. Да идите в спортивный клуб. Если он там религиозный, у него закрытая семья, есть спортивные клубы, где ходят закрытые женщины. Почему вы проблему из этого создаете? И, понимаете, вы изначально себя ставите в позицию жертвы. Мне придется отказаться, а я этого не планировала, не хотела. Вы вообще не смотрите развитие ситуации, по-другому не смотрите. Что можно поступить по-другому. Люблю бег в парке, но иди бегай, когда никого в парке нет. Закрытые женщины в парках бегают, если что, спортом занимаются, или ходят в закрытые клубы для закрытых женщин. Я не говорю, что вы закрытые, но можете пойти в те же заведения для женщин, если в вашей семье будет у вашего парня. Это принципиальный такой ревностный вопрос. Да без проблем. Выходы есть же вообще в этой ситуации. Второе. Мне нельзя будет работать. Ну что за бред? Подтверждайте диплом или идите на другое какое-то образование. Учитесь и работайте. Делайте то, что вы хотите. Учите язык, не знаю, общаться с людьми хотите. Учите закрытые, например, женщины. Если ревность, я имею в виду про закрытых, почему что? Было сказано, что религиозная семья, там определяют какие-то правила поведения для женщин, я уверена, есть. И может быть там закрытые женщины в семье у него. Ну как бы они же тоже здесь не все дома сидят. Вы что? И работают, и в магазинах работают, с людьми общаются. То есть, блин, это что вообще за какое-то ощущение дискриминации? Я переехала, всю мою жизнь рухнула. Вы, короче, даже не рассматривайте, что может быть по-другому. И можно и реализоваться, и бегом, блин, заниматься, и жить в тишине можно. Здесь есть тихие районы. У меня район очень тихий, спокойный. Пожалуйста, все же по вашим желаниям и потребностям. Вас никто не заставляет жить в какой-то суете, в центре Стамбула, например, что вам не нравится. Компромиссы есть, короче, всегда. Было бы желание находить, вы их не хотите находить. По поводу принятия решения, понятия, знаете, в чем проблема? Ваш мужчина вас предал вот этим расставанием. Он принял позицию своих родителей, к ним прислушался, к своей семье, не только родителям, к своим близким. И выбрал не вас. Это предательство. У вас проблема. Вы сторонник невротических отношений, потому что вы долбились, писали на e-mail, хоть, короче, вас из дверей вы в окно, вот эта история про вас. Вы пытались все-таки как-то добиться его внимания, чересчур. У вас проблема с расставанием, с предательством. Ваш больной пунктик в вашей жизни. Я не знаю, в чему там причина. Может быть, вы росли без родителей. Точнее, родители были на работе, или отдавали вас бабушке, или отношения с вами уже какие-то были, где с вами расстались, как-то предательство. Вот эта история у вас есть. Вы так в него вцепились очень сильно. Далее. Вот это предательство произошло. Вы понимаете, что возобновили общение, как говорится, ложечка нашлась, а осадочек-то остался. Вы просто посмотрели на него реального, не такого идеального, как вы сказали, моя вторая половина, мы с ним так сходим, все так прекрасно. Вы увидели, что он может вас предать. И вот это сомнение о предательстве в вашей голове сидит сейчас. Вы ему не доверяете по факту. А вот это то, что я приеду, я не буду работать, не могу заниматься спортом, вообще жизнь будет другая. Но жизнь, естественно, будет другая. Даже если вы не приедете, останетесь, а жизнь ваша все равно будет через пять лет другая. Потому что все просто циклично меняется. Это неизбежно. Какие-то перемены в вашей жизни. Неважно, в какой стране и с кем вы живете. Но это для вас отговорка. Потому что самая главная проблема не в переезде, не в работе, не в заработке, а в том, чтобы доверять вашему мужчине. Вы ему не доверяете. Просто, да, вы правильно сказали, я боюсь. Вы боитесь принимать решения, вы боитесь посмотреть своему страху в глаза, вы боитесь расстаться с ним. Потому что вас очень сильно к нему держит ваш невротический вот этот склад. Вы не хотите расставаться, потому что у вас какая-то причина есть. Но дело не в нем, я к чему ведусь, что у вас что-то в прошлом может быть. Какие-то переживания эмоциональные, вы там расставались с кем-то. Короче говоря, расставаться для вас страшно и больно. И вы в него вцепились очень сильно. Хотя вы видите, что человек от вас готов был отказаться, и он вас предал, по сути. Но вы на это закрыли глаза. Потому что расстаться с ним еще страшнее. Но сейчас ваше подсознание говорит о том, что я доверять ему не могу, он же может меня предать. И вот эта проблема, я перееду, моя жизнь станет другой, я сомневаюсь, я боюсь. Вот опять же для того, где гарантия, что он будет со мной? Я изменю свою жизнь, сделаю не так, как я хочу, поменяю там работу, там траляля, вот это все будет жить не так, как бы мне хотелось. Но ради кого? Ради него. Но в нем гарантии нет, что он меня не кинет, или что он в очередной раз меня там, не знаю, не выгонит, и не встанет на сторону своих родственников, родителей. Вы очень, знаете, у вас две личности сейчас борются, да, которые хочут видеть все идеально, как он рассказывает. И здравый ваш смысл, который вам подсказывает, что, обрати внимание, колокольчик, дзинь-дон, дзинь-дзинь, с той стороны с этой опасность, короче, вас предупреждает. Обращайте на это, конечно говоря, внимание. Стоит задуматься к вашему здравому мыслу, может быть, к вашим, скажем так, страхам. Это не страхи, это ваш здравый смысл. Главное, проблема доверия. Парню вы своему сейчас не доверяете. Я считаю, что нужно дать время не переезжать, а продолжить отношения на расстоянии, хотя бы полгода, смотреть, что будет, или год в идеале. Время покажет, вы будете видеть поступки человека, он будет хотеть там, ну давай, будет подгонять, быстрее переезжать, я хочу с тобой жить, вот эта вся история, если будет. Вы увидите его действиями, что он хочет быть с вами, на что он готов. Вы уже сможете качать как-то свои права, условия жизни свои, вытягивать там яму, ты мне разрешишь бегать в парке, там я не знаю, как у вас разговоры, уже открытые отношения, как вы сказали. То есть, может быть, отчасти поторговаться, короче, с ним получится за условия какие-то, да, что вам интересно, ваших каких-то интересов. Вот, так что, у меня вывод один, дать время и посмотреть, подождать нового предательства. Потому что, если у вас проблема в этом, вы не можете двигать предательство, вы его чувствуете, то неровеный час, в течение полугода-года, он выдаст вам еще вторую порцию такого. В плане том, что ему надоест ждать, он начнет вас подгонять, вы посмотрите его действия, а если он не захочет ждать, и подгонять, он скажет, ой, родители были правы, у нас с тобой все-таки, он, короче, начнет опять эти качели, и во второй раз захочет, может быть, вас опрокинуть, найдет повод, что родители были правы, или все-таки мы не можем быть вместе. Вот вам будет показать. То есть, переезжать до этого момента не надо, дайте еще время, потяните полгода-год, куда вам торопиться, очень молодая девушка. Так что, я бы осталась в той ситуации. Короче, как я всегда говорю, не знаете, что делать, ничего не делать, не предпринимайте. Но переезжать сейчас явно не стоит. Потому что ситуация с родителями по факту нерешенная осталась, у вас осадочек неприятный после конфликта этого расставания. Я вообще вам посоветую честно покопаться в себе, поразмышлять вот эту тему расставаний, проблемы того, что вы в него так вцепились, унижались ему, писали, не готова я с ним расстаться. Вот эта вся история. Вам над этим надо над собой поработать. Когда вы это закроете у себя, поймете причину, что вас так держит, что вы не готовы с ним расстаться, когда вас предали, предательство, готовы закрыть глаза на это, то тогда и напарня вы своего по-другому уже посмотрите, будете принимать решение. На данный момент никуда лучше не переезжать, подождать. Время само все покажет, расставит вам на свои места. Он у себя проявит, либо в позитивном ключе, он будет вас подгонять, говорит, давай переезжай, я тебя люблю, он будет тебе какие-то гарантии давать, или он, наоборот, опять за отпитки, и у него будет, например, если трус, он скажет, ой, родители, он начнет съезжать опять с темой родителей, у него будут всегда проканывать. Родители же против, я подумал и решил, короче, ладно, мы не подходим друг к другу, давай расставаться. Ну, если вы второй раз захотите это прощать, то я вообще, не надо, не надо этого делать, и не такое прощать нельзя. Вот, что вы думаете, девчонки, пишите в комментариях под видео, дайте ей дельные советы, девушки, авторы письма. Я оставляю свою почту под этим видео, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, ваши истории на почту, если вы не готовы публично это обсуждать, видео, можете записаться на консультацию, мы с вами проведем в скайпе, а вообще, если поставите лайк этому видео, репостите, покажете ему кому-то, я буду очень признательна за активность на канале, и продвижение этих видео. Спасибо вам, скоро увидимся, всем пока.